приветствую господа трейдеры с вами академия трейдинга инвестиций меня зовут гоценко андрей и сегодня мы разберем с вами недельные сетапы по основным валютным парам которые торгую и регулярно выкладываю в сеть и так пара евро доллар всеми любимая здесь что мы имеем еврик пошел в стадию распределения вот какие говорил вам поддержки 105 круглого уровня относительно исторических лайов прошлого и позапрошлого года собственно те кто зацепился у ланге можете держать те кто не зацепился это можно сделать по ходу на таких паттернах как стрях по тенденции соответственно что недельках у нас сигнальные бары были на позапрошлой неделе был было поглощение говорил о нем и в принципе на прошлой неделе это все отработалось соответственно рынок стадии накопления пошел распределение в распределение запрыгнуть дешево редко получается поэтому здесь будьте осторожны если кто не в рынке если кто рынке держите я считаю первую целью здесь нужно отработаться потому что здесь стоит стопы продавцов в рамках нисходящей тенденции здесь стопятся можно их стопы будет зафиксироваться это это нормально дальше британец британец на прошлой неделе закрылся черной свечой что на самом деле не очень классно для лангов продавать здесь тоже уже не особо интересно но надо понимать какие на этой неделе будет новости по британцу и вообще что вообще что происходит сейчас процедуры брексита я углубляться не буду да но сейчас идет реально технический развод с дележкой денег и так далее и на этой неделе тэрэза мэй будет пропускать пытаться да пропустить этот закон через парламент там обе палаты там все не так просто я думаю вы представляете британскую бюрократию вот если вы хотите серьезно зацепиться по британцу рекомендую изучить все процедуры технического развода под названием brexit который сейчас данный момент происходит поэтому его на прошлой неделе никто не не покупал он просто валился вот и на выходных просочилась информация что британцы хотят отжать от евросоюза там что-то там больше десяти ердов которые которые лежат в евросоюзе на скажем так от британии ну и собственно на этом фоне фунтик отскочил в принципе это было ожидаемо потому что на дневках было два нулевых бара после падения говорит о том что уже продавцы запарились шортить вот их сегодня под наказали уже разгрузив три дня по стопам что-то серьезное здесь сейчас выискивать я бы не стал просто-напросто проще дождаться недельного сетапа price action то есть по большому счету дождаться поглощения на недельках и это поглощение может прийтись на как раз выход за круглый уровень сейчас я вам покажу сейчас здесь индикатор круглых уровней собственно недельное поглощение произойдет тогда когда цена пересечет 1 23 соответственно именно здесь за 23 на тесте сверху можно будет уже аккуратно покупать с хорошими очень хорошими целями ну вот на 129 примерно который совпадает с вот этой с этим сопротивлением на данный момент вот этот вариант был бы кайфовый и здесь можно заработать кучу денег вот но пока цена не вышла за этот кругляк видите мы стоим еще пунктов 80 на 1 23 лучше рынок не лезть да если вы отчаянный лонгист можете посмотреть тест на 23 сверху принципе ничего здесь такого сурового нет мы сейчас пробили 23 если это не ложняк то можно посмотреть на двадцать третьем и тогда у вас будет в запасе уже 100 пунктов вы можете на 24 вернее на 22 если зацепитесь то на на 23 вы будете покупать уже бесплатно вот поэтому наблюдайте за кругляками по фунту вот это явно слабые деньги я думаю их накроют недельным поглощением вот поэтому лучше дождаться и почему лучше дождаться я скажу в конце обзора дальше жижа американская жижа жижа провалилась на прошлой неделе наказав вот эти всех взял их покупателей огромный отварный бар таких баров ну бывает может раз в месяц но и накопление таких тоже будет не часто поэтому я сейчас не рекомендую лезть в нефть надо просто дождаться что что произойдет на самом деле непонятно какая часть фазы сейчас в рынке то есть если это было фаза накопления по идее у нас здесь может идти но если на недельном таймфрейме смотреть либо это начало фазы распределения либо это в принципе фаза кульминации скажем так начало вот этого падения если это кульминашка значит должен появиться внутренний бар вот и закрепиться над кругляками над ними тогда можно покупать в рамках вот этой всей бычьей тенденции вот если это начало фаза распределения значит недельный бар будет следующий тоже черный поэтому пока я не могу сейчас сказать не рекомендую лезть в нефть потому что она просто сошла с ума да и на прошлой неделе я случайно зацепился в иену просто потому что мне и шеф торгует чтоб показать что уровне по иене тоже работают был интересный уровень 115 вот как раз на новостях структура bc я показывал на форуме вот этот вход вот этот уровень вышли новости откат bc шка обычная цена пошла ничего здесь сложного нет две трети я уже скинул но просто интересно что это все объективно от круглого уровня также собственно как и по другим парам в это же самое время напомню что этот вход также был связан с анализом индекса доллара на том же недельном таймфрейме и на дневном и очень важно сказать именно про индекс который своего собственного уровня накидал кучу пин баров что говорит о слабости бакса в этой зоне чуть больше ста вот и это реально может сейчас привести к хорошую волне c вот вот этого импульса продажного сейчас мы вот стоим в этой зоне можем прийти на вот эту фибу соответственно но первая цель понятное дело пробой сотки дальше конечно вот это и вот это было бы конечно любопытно так такое развитие событий вот потому что структура довольно четкая формируется у нас на индекс начал валиться через перехай что очень важно все сильные движения начинаются сейчас у нас есть уже вторая точка и реально может это движение продолжится соответственно со всеми последствиями для баксовых инструментах таких как и доллар и иена евро доллар так далее поэтому посматривать индекс чтобы отсеять шум каких-то валют которые вместе с долларом присутствует ваших торговых инструментах последно так напоследок что хотел сказать так как сегодня начало торговой недели 13 марта понедельник надо обязательно посмотреть какие новости нас ожидают на этой неделе я думаю вы будете сейчас очень удивлены эту процедуру которая сейчас буду описывать нужно делать каждый в начале каждой недели чтобы не попасть в просак так знать что сегодня на понедельник у нас выступление главы европейского странного банка марио драги в 16 30 соответственно те кто сидит в евро могут в это время напрячь булки и либо к этому времени зафиксировать часть позиции что я рекомендую сделать кто стоит в лангах дальше 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 во вторник во вторник ночью смотрите по китаю тоже новости что может на бакс повлиять дальше во вторник во вторник 15 30 кстати 15 30 видите время какое интересное если раньше новости выходили по баксу в 16 30 сейчас 15 30 это говорит о том что мы переходим на летнее время 15 30 так это три быка не очень важно среда вот среду будет интересно по британцу 12 30 тут куча новостей по британцу это нормально вот но дело в том что в 15 30 у нас выйдут запасы нефти как обычно и вечером вечером смотрите очень внимательно в среду в 2100 будет у нас фомки и процентная ставка фрс да и пресс-конференция фон света все будет просто атомный взрыв на рынке будьте осторожны в среду я честно говоря советую вообще-то неделю не торговать потому что новости какие-то просто нереальные еще и на фоне британца до который там у которого идет технический развод и опять у нас британец 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 и в пятницу в принципе что у нас бровые установки нет ничего интересного знаешь самый такой ядерный день будет у нас в среду вечером в среду после обеда так вот такие дела на фоне вот этих вот жутких новостей я считаю трейдинг крайне опасным занятием вот но если вы прям отчаянно трейдинг рекомендую вам дождаться до выхода этих новостей аккуратненько зайти в рынок не лезть до новостей в рынок все будет нормально значит подводя общий итог по рекомендациям по по британцу нужно просто подождать я не советую сейчас лезть в рынок следите за кругляками можно зацепиться на новостях по еврику до идет фаза распределения если ставку не поднимут либо ее подымут когда еврик будет уже высоко я думаю это будет небольшой корректос и мы пойдем дальше наверх что есть цели вот здесь я не довольно объективны но перед новостями рекомендую все-таки часть закрыть потому что на рынке может пройти все что угодно по нефти также рекомендую подождать то есть чтобы понять какая фаза да то есть либо мы сейчас останавливаемся это можно считать кульминашка и либо это фаза распределения мы валимся дальше на следующие уровни и там надо подождать каких-то недельных сетапов так ну и по голде да я про не говорил тоже тоже состоянии неопределенности на недельках то есть уровень который который мне в принципе нравится казах с которым я работаю уже не первый не первый тренд это 1180 в 1188 до него мы не дошли болтаемся выше эта зона не для покупок не для продаж мне не интересует поэтому золото я точно смотреть не буду на этой неделе вот такие рекомендации по большому счету общие рекомендации это забор сидим курим смотрим как другие сливают вот и когда собственно определиться победителем мы с ним пойдем дальше по рынку принципе на этом все с вами был гаценко андрей академия трейдинга инвестиций подписывайтесь на наш канал я кстати здесь регулярно делаю разбор и отвечая на вопросы на когда у нас в субботу у нас был разбор много новых видео появилось рекомендую подписаться и быть в курсе наших новостей и событий все с вами был гаценко андрей энджи академия трейдинга инвестиций до новых встреч всем профитов пока